Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быгов. Коронавирус снова зашагал по всей планете, ну и по России в том числе. Статистика не радует, все больше и больше количество официально зафиксированных заболевших. Мы знаем, как у нас в стране умеют цифрами жонглировать, но поверим этим цифрам. Официально зарегистрированных, тем не менее, количество людей заболевших все растет и растет. И все чаще раздаются разговоры о том, они вести ли карантин. Вот уже в Москве школьников собираются на каникулы внеплановые отправить. Тверская область тоже, наверное, не избегает этой участи. Но школьники, допустим, может быть, еще ладно. Они, собственно говоря, сейчас, наверное, и обрадуются еще. Но важнейший момент о экономике. Работающие люди, те, кто работают и те, кто дают работу, а, соответственно, и кормят страну, смогут ли они себе позволить еще одни каникулы. Мы все помним те каникулы весенние. Поначалу все даже обрадовались. Все кинулись на шашлыки в первый уикенд особенно. А потом до всех дошло, что это не праздник, вовсе никакой ни день, ни послушание. А это, попросту говоря, отлучение от работы, а, соответственно, и от заработка. Ну а бизнесменов, соответственно, от их доходов, из которых они платят налоги, из которых они кормят нашу родину, матушку. И об этом мы сегодня и поговорим. Сможет ли наша экономика, а, попросту говоря, те, кто делают эту экономику предприятия, позволят себе очередные каникулы. А как хочу представить гостей нашей студии. Это директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Ильич Муглашвилин. Добрый день. Приветствую. Это Анатолий Алексеевич Боченков, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью GreenMash. Добрый день. Это Андроник Эдуардович Минасян, директор сети автотехцентров Колесо 69. Добрый день. И еще один нового коллега, Евгений Вячеславович Квасов, директор АО «Завидовский экспериментальный механический завод». Добрый день. Давид Ильич, ну, традиционно с вас начнем. Давид Ильич, вот уже прошло несколько месяцев с момента отмены того весенне-начало летнего карантина, и уже можно какие-то вам, экономистам, делать выводы. Давид Ильич, вот насколько вот тот самый карантин, те самые каникулы ударили по экономике и странам в целом, ну и, конечно, нас интересует Тверской области в частности. Спасибо за предоставленную возможность. Я еще раз приветствую наших телезрителей. Ударили достаточно больно, достаточно ощутимо. Некоторые отрасли получили такое отрезвление, скажем так. Некоторые отрасли пострадали не очень. Но, в общем, конечно, на всю экономику в целом это был негативный опыт. Об этом, кстати, говорят наши экономисты-ведущие. Об этом говорит и правительство. Поэтому вы наверняка чувствуете, что каждое выступление и премьер-министра, и совсем недавно президент выступал, очень бы не хотелось бы уйти обратно на так называемые каникулы. А если по отраслям, то, конечно же, пострадало сельское хозяйство, потому что вынуждены были перенести посевную. Посевная задержалась недели на две. А вы понимаете, что значит посевная. Если вовремя не посеет, то, соответственно, это сразу оказывает влияние. Это промышленность, безусловно. Это и легкая промышленность, и тяжелая промышленность. Пострадало образование. С другой стороны, обнажились проблемы в медицине. И многое-многое другое. И в итоге получилось так, что мы определенный опыт управления в кризисных ситуациях получили, но во многом были к этому не готовы. Но не готовы были не только мы, весь мир был не готов к этому. Правильно, сейчас главное сделать правильные выводы. И, соответственно, на этом фоне именно такие решения принимать, которые в будущем не позволят оказаться в такой ситуации. И если даже окажемся, что уже были с меньшими потерями. А вот такие отрасли, как, допустим, торговля, оказание услуг. Здесь кто смог сориентироваться вовремя, особенно когда речь идет о курьерской доставке, то они, наоборот, поднялись. Те отрасли, которые были связаны с IT, они поднялись. Потому что все поняли, что, оказывается, цифровая технология – это очень нужно. Те, которые занимаются защитой информации, они поднялись. Потому что не просто цифровые технологии нужны, нужна еще и защита этих цифровых технологий. То есть, как вы понимаете, однозначно судить нельзя. Но если вот так, в самом общем подвести итог, конечно, это привело к падению ВВП, безусловно. И, соответственно, с моей точки зрения, надо стараться, чтобы этого не повторилось. Хотя я здесь опять добавлю, что если вот с точки зрения чистой медицины, чтобы побороть вот этого врага, конечно, лучше сидеть дома. Абсолютно. Чтобы не было никакого касательства, чтобы это был абсолютный карантин, чуть ли не комендантский час, в связи к минимуму общения между людьми – это да. Тогда это позволит нам очень быстро победить. Но жизнь другая. Есть и другая сторона в этой медали. Это как раз экономика. Это как раз на что содержат людей. Как жить. Поэтому всегда надо находить компромиссы. И, кстати говоря, если бы люди себя вели бы сейчас более организованно, вот более как бы берегли себя, берегли свое здоровье, то, соответственно, эти потери могли быть и меньше. Вот если сейчас посмотреть и провести такой беглый анализ, выйти на улицу, вы увидите, что больше половины без масок ходит. В магазинах больше половины без масок, без перчаток, без соблюдения вот элементарных правил безопасности. Просто народ понял, что как бы легкомысленно стал относиться. Как будто эта проблема ушла. Эта проблема не ушла. Я надеюсь, что и пропаганда, и средства массовой информации вернутся к этому вопросу и разъяснят населению, что надо все-таки санитарные нормы защищать. Это соблюдать. Ильич, я все-таки интересно, а есть отрасли, которые и не приподнялись, и не упали, а работали как работают? То есть на них, по-моему, вообще никак не отразилась ситуация? Это жизнеобеспечивающие отрасли страны, которых закрывать нельзя, чтобы не случилось. Какие? Это производство продуктов питания, это оборонная способность, это обеспечение оборонной способности, государственная безопасность во всех отношениях. Это может быть энергетика, безусловно, да, спасибо. Вот такие отрасли, которые они, чтобы не случилось, если они остановятся, это уже банкротство страны, это уже крах страны. А вот те самые магазины, продукт производства питания, да, а вот те, кто продает этот продукт питания, на ваш взгляд, сетевая торговая ретейл? Они тоже пострадали, но они пострадали меньше, чем производство. А почему они пострадали? Люди как покупали хлеб с кубасой, так и берут? Нет, не совсем. Люди переключились на доставку на дом, это раз. Здесь уже подключились другие фирмы, это не магазины, а склады и, соответственно, центры по рассылке доставки этих без магазинов, скажем так. Но они, если сравнить с промышленностью, или сельским хозяйством, конечно же, они пострадали в меньшей степени. А те, кто переключились из магазинов, на ваш взгляд, в Твери же есть такие примеры, крупные сидевые фирмы? Если провести тщательный анализ, об этом наверняка можно поговорить чуть попозже, когда у нас будет в руках достаточная статистика, чтобы сравнить. Это, кстати, очень интересное было бы исследование. Но, во всяком случае, я сейчас сталкиваюсь с таким материалом, что вот центры по распространению товаров, то есть интернет-магазины, грубо говоря, они всегда продавали свою продукцию ниже, чем в магазинах. И это им привлекали. А сейчас, с моей точки зрения, у меня нет пока доказательств, но скоро, наверное, через месяца, два-три, это можно уже на фактах доказать. Из-за того, чтобы магазинам пришлось пересмотреть свою ценовую политику, получается, что сейчас, а наоборот, интернет-магазины чуть-чуть приподняли свою цену, раз спрос есть. Магазины, наоборот, чуть-чуть сбавили свою цену, потому что надо конкурировать, потому что они получили еще одного мощного конкурента, которого они в лицо, может, даже и не все знали, что такой конкурент может быть. Соответственно, я могу сказать, что позволю себе сказать, что сейчас вроде бы цены в магазинах и в интернет-торговле почти сравнялись. Хорошо. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу. Мы сегодня обсуждаем перспективы отечественной экономики, если снова придется ввести коронавирусный карантин. Не переключайтесь и звоните на телефон 3190. Пока несколько минут рекламы. В эфире программа «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем коронавирус. В каком плане сможет ли себе наша экономика позволить новые каникулы, какие были уже весной, в начале лета. Если вдруг сейчас совсем ситуация ухудшится, допустим, то станет опять как весной, а может даже и хуже. И сможем ли мы себе снова сидеть дома за позволить сидеть дома за 12 тысяч рублей? Это еще кому их платили? Об этом мы сегодня говорим. А вы звоните по телефону 3190. 3190. Вы скажете ваше мнение. Может быть, вы руководитель предприятия. Может быть, вы наемный работник. Как вы тогда переживали? Что вы думаете на примере того, что вот если сейчас Путин опять выступит внезапно и скажет «Все, новый карантин». Пожалуйста, звоните. 3190. А пока слово гостям в студии. Анатолий Алексеевич, вот ваше предприятие, когда тогда президент обратился, он еще, кажется, неделю тогда обращался в итоге, тем не менее сказал «Все, карантин». На вас как-то влияла вот эта ситуация? Ударило как-то по вашему предприятию или нет? Это ударило по всем абсолютно. По всем перерабатывающим предприятиям, машиностроительным предприятиям. Это не могу не ударить. Ну, первое. Что у вас происходило? Ну, что у вас происходило? Все живы, здоровы, к счастью. Но, первое, отпустили людей. Значит, мы должны платить были им заработную плату. Платит бизнес, платит директор. При отсутствии, так сказать, заказов, да? Значит, это очень непонятно. Вы сказали, переживем, не переживем. Смотря, кто будет платить людям, которые будут сидеть дома. И второе, я бы хотел, вот мы тут представляем директорский корпус. Надо понять, власти понять, что директора, собственники, это сегодня единственные люди, которые могут обеспечить спокойствие на улице и социальную стабильность. Это единственные люди, которые через себя, через на себя разговаривают с людьми, обещают им что-то, платят за плату, что-то еще. Мы единственные, и поэтому надо, когда принимаются какие-то решения, найти вещи, обсуждать и согласовывать с теми, кто непосредственно работает с людьми. Теперь вы говорите, значит, вот как это повлияло. Ну, первое, пандемия ведь не только в России, да? А мы получаем очень много гидравлик, и, допустим, с той же Италии. Еще откуда-то получаем. Значит, прекратились поставки. Здесь люди работают на удаленке, мы не можем получить всех комплектующих, которые раньше получали. А у нас есть договорные отношения, которые, если что-то я не поставил в уровне, никого не интересует. Я обязан нести большой ущерб, большой урон. Урон это материальный, потом репутационный урон. говорить сегодня о том, что это вот так, значит, мы проскочили, и это страшное дело. И не дай бог, если мы пойдем в новую стадию этой замечательной пандемии. Почему? У нас не такая сильная экономика, у нас не такие сильные предприятия, у нас нет такой-то за спиной финансовой мощи, чтобы мы смогли выстоять в этой сложной ситуации. Просто многие просто не выстоят. А если многие не выстоят, то вопрос, а что будет с людьми? Они же не будут жить на 12 тысяч, то есть они выйдут куда-то, попросят не 12, а 24. И что мы будем этим людям говорить? Кто к этим людям выйдет с ними разговаривать? Они же выйдут не только на площадку завода, они выйдут просто на другую площадку. Вот эти вещи, они страшные. К чему я клоню? Что работа вообще в нормальном состоянии и есть технология взаимоотношения власти, директорского корпуса власти и бизнеса. Работа в таких ситуациях, она требует изменения поведенческое наше. Мы должны по-другому работать, мы должны слушать друг друга, мы должны прислушиваться и вырабатывать совместные решения, но и ответственность делить поровну. Бизнес дает ответственность, власть. Ведь сегодня, если взять бизнес, он за что отвечает? Ну, понятно, стратегия, бизнес, смысл бизнеса получать прибыль. Да. Но он одновременно дает работу людям, люди могут ходить в магазины, у них есть семьи, обучение детей и так далее. и так далее. Риски какие, кто несет? Ну, Ну, он потеряет бизнес, значит, его семья будет плохо жить, потом, в конце концов, могут посадить за что, за какие-то прегрешения власти. За что власть отвечает? Персонально. Здесь персональный директор, руководитель бизнеса, собственник, а здесь кто отвечает? И когда вот плохо, когда тяжело, мы должны переосмыслить свою роль в этом деле и по-другому относиться и работать по-другому. У нас нет никакого стратегического планирования. Вот, помните, была ситуация в нашем городе, когда были маршрутные такси. Заключает договор, ты давай, покупай автобусы, но договор только на один год. А как? А как перспектива? Нам сегодня говорят, вы давайте развиваетесь. У меня вопрос, а развивать что? Ну, предприятие. А выпускать что? А что, ты не знаешь? Я не знаю. Раньше было планирование. Мы знали, сколько надо экскаваторов, потому что надо сколько каналов прокопать, сколько надо дорог поставить. Все просчитывалось, был госплан. Все говорить не надо, как сказали очень умные люди, Гайдар и Чубайс, рынок рассудит все. Он рассудил. Мы были не конкурентоспособны, а сегодня у нас еще ухудшилась ситуация. Поэтому, не дай бог, чтобы этот вот коронавирус продлился. Уже такое ощущение, оно неправильное ощущение, но вот мы когда собираемся директорами, что это какое-то рукотворное деяние. Что-то вот как-то вот не дай бог, конечно, но вот такое ощущение, что что-то не так. Но это можно, кстати, поэтому сегодня очень тяжело мы переживем. Переживем. Пережили голод, переживем изобилие. Поэтому, кстати, как мы переживем? Ну, как-то будем переживать. Но мы одни сегодня. Мы одни. Вот был мой коллега на Дне машиностроителя. И вроде как вот пришел на этот праздник, это его праздник. И вот я вот почувствовал, что это какой-то лишний. Ну, вот как-то это вот, я вроде как и не машиностроитель. Власть, то, все, то, суть. Поэтому вопрос, который вы затронули, он очень, вообще, может быть, даже не для этой темы, не для коронавируса, вообще. Развитие экономики, о промышленности, о производстве. Вот сколько надо станкостроительной промышленности? Станков нет. Он хорошо знает. Раньше было где-то 450 станков отставить заводов в России, в Советском Союзе. Сегодня, я не знаю, сколько. У нас нет станкостроительной промышленности. Нет промышленности по выпуску дорожных машин и техники. Раньше было очень много. И мы не знаем, а сколько надо этих станков, а сколько надо экскаваторов. А никто не знает. И вот мы соревнуемся друг с другом. Вот они выпускают автогидроподъемники, и мы выпускаем. И вот соревнуемся. А сколько их надо? А никто не знает. И один момент, который нельзя не сказать. Раньше, год назад, когда этого не было, коронавируса, мы все участвовали в тендерах на продажу своей продукции. И тендеры часто обычно организуют госструктуры. Или, значит, мупы, сети, администрации и так далее. Вот мы задаем вопрос, почему мы выполняем свои обязательства, а деньги мы за выполненную работу получаем через полгода, через 9 месяцев. Через суд. Как я получал администрации города. Через суд. Для, значит, Газпрома то же самое. Сегодня маленькие организации, которые работали на острове Крымского моста еще деньги не получили. А мусор скоро будут ремонтировать. Никто не скажет. Или, например, тендеры. Мы должны сегодня доказать, что эта ручка, эта машина наша, она имеет российское производство, чтобы импорт не пускать. Замечательная идея. Лучше не придумаешь. Что сделали? Значит, я должен доказать, поручили Министерство промышленности Российской Федерации, товара торгово-промышленным палатам. Российская, они, значит, на местах. Мы должны доказать, что эту машину мы делаем в России. Значит, что для этого надо сделать? Мы должны представить пакет конструкторской документации, технологической документации, поставщиков металлов и так далее, подтверждающий справку, что металл этот российский. Все. Заметьте, отдать технологию конструкцию на страну, что есть коммерческая тайна. Ты можешь с первого раза не пройти, со второго, с третьего. Можешь полгода проходить. Вот мы делаем там 18 машин, на 18 машин вот такая стопка документов. Ну, понимаете, вот такой помощь, лучше без помощи обходиться. Понятно, вам не сладко жилось без всякого коронавируса, а Евгений Славович? А это не только мне, это нам всем, и мы тоже самое. Вам тоже пришлось распустить людей? Ну, я соглашусь где-то по каким-то вопросам с Анатолием Алексеевичем. Вот. Наша история прохождения коронавируса, наверное, менее драматична была в том плане, что по жизни как-то мы привыкли рассчитывать только сами на себя, и спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нам единственное повезло, что мы попали в перечень социально значимых предприятий, и мы стояли ровно неделю. Вот. И когда объявил президент, остальное работали, закупили маски, поставили дезинфекторы на входе. Получилось так, что предприятие по площади достаточно большое, люди не соприкасались вот так вот, и создался такой своеобразный микроклимат, то есть люди не выезжали за территорию, но постоянно мониторили, там, не дай бог, где-то кто-то кошленет или что-то, отправляем домой. То есть достаточно напряженная ситуация была, но в плане именно отношений с внешним миром было тоже достаточно тяжело, потому что смежники раз, потребители, а мы получились так, что у нас и письма от Россетей приходили, чтобы мы не останавливались, потому что мы энергоснабжающую эту структуру снабжаем своими мошенными, без которых не может работать ни одна сеть. Но почему-то начальство все было где-то на удаленке, и платежи за поставленную продукцию приходили крайне скудно и крайне неравномерно. С точки зрения поддержки предприятия, о которой говорил президент и премьер, вся поддержка конечно сконцентрировалась, если постановление внимательно почитать, на предприятиях крупных, то есть численностью по машиностроению от тысячи человек и оборотом от трех миллиардов в год. Для моего предприятия численность 160 человек и не попадаем ни под один критерий, и, как я говорю, вся эта помощь пролетает мимо нас. Поэтому вроде как существовали региональные программы для мелкого бизнеса, но пытался обращаться в банки, все это мимо. То есть то, по Акведу ты не подходишь только для туризма, фитнес-залов, то есть машиностроение было предоставлено самому себе. Ну, спасибо, что не мешали, то есть дали возможность работать хотя бы. То есть социально, именно социальные обязательства мы свои выполняем и по налогам выполняем до сих пор. Допустим, читая аналитику, не знаю, как вы, но грядут сейчас такие вещи, как что 40% предприятий, которые взяли эти льготы и не платили налоги, сейчас не смогут их выплатить, потому что этот ком нарос, допустим, как его потом выплачивать, я не знаю. То есть мы и налоги платили, и зарплаты платили, объем, конечно, где-то снизился, вот, очень в этом плане как бы привело к тому, что и цены не можем повышать, потому что конкуренция достаточно большая, то есть за этот пирог бьется очень большое количество предприятий, которые хотят хоть как-то выжить. Этим, соответственно, пользуются и устроители конкурсов, и сейчас, допустим, Белоруссия демпингует, то есть очень много проблем. Поэтому здесь я единственное, опять же, не прошу какой-то помощи, вот так прямой, чтобы мне каких-то денег дали. Достаточно, наверное, косвенных таких вот моментов, когда проверки, пожалуйста, там какие-то ненужные уменьшите, потому что штрафы, тоже пении вот эти хотя бы за не вовремя уплаченные, то есть вот эти вещи нивелировать, убрать на какой-то период вот этой пандемии, то есть мы и так делаем все возможное для того, чтобы предприятие развивалось и давал продукцию, обеспечивал людей заработные платы. Разве я понимаю, все контролирующие органы на удаленку, на полгода? Ну, да, да, я думаю, что да. Роман, здесь, смотрите, наши вот представители промышленности такой важный вопрос подняли. Я сейчас как бы хочу подытожить. Смотрите, всем хорошо известно, что когда мы вступаем в кризисные ситуации, надо всячески активизировать роль государства для поддержки бизнеса. И что мы наблюдаем? Активность наблюдаем, но не в ту сторону. Смотрите, никогда ни один классик и ни один практик не скажет о том, что во время кризиса надо налоги повышать или вводить новые налоги, или одно, или другое. А у нас почему-то наблюдается именно такой подход. Сейчас как никогда важным является значимость государства в том плане, чтобы обеспечить хоть какую-то гаранты прозрачности и гаранты обеспеченности хотя бы на 2-3 года вперед. Как никогда становится важным финансовая дисциплина, о которой Антон Алексеевич сказал. Представьте себе, работа сделана сейчас, а деньги получишь, даже если через год, это уже другие деньги, стоимость этих денег уже совсем другое, минус 20% возьми и выброси. соответственно, дальше эту тему можно продолжать, но не будем сейчас не тот формат. Дальше, наши банки тоже должны иметь поддержку. Нашей промышленности, нашей экономике нужны длинные деньги, длинные, дешевые деньги. Они под 25%, под 18% и на 3 года. Нужны кредиты на 30 лет, на 40 лет, на 25 лет и на 1-2%. Вот тогда это сигнал со стороны государства, что ребята, давайте, занимайтесь бизнесом, принимайте смелые решения, мы вас поддержим. Наблюдаем это все, к сожалению, нет. Поэтому наш бизнес брошен очередной раз. Я так понял. Евгений Вячеславович озвучил известную такую мысль русского бизнесмена, в отличие от американских, нам не надо государству помогать, вы нам только не мешаете. И мы будем работать нормально. Вот такая вот эта посылка, которую мы все знаем, давно есть. Получается, вы сейчас сказали, что мы готовы работать, вы главное не дергайте нас и не клюйте. С поводу самое главное. Андрей Николай Анатольевич, скажите, а вы, как вы себя чувствовали, когда услышали слова нашего гаранта Конституции, что всех подомал? Первый главный. Да. Пока он про вторую ничего не сказал. Я знаете, как скажу, если мы сегодня пытаемся спрогнозировать именно вторую волну... Нет, я вас сначала про первую. Как вы распределились? Да, и что у вас происходило? Плохо, все испугались, безусловно, потому что мы тоже, у нас, конечно, штат меньше, чем у вас, но мы тоже так же кормим людей, они работают, зарабатывают. И, безусловно, нам было страшно за них, мы не хотели никого распускать. Нам пришлось, конечно, работать с графиком, уменьшать его, но мы старались быть на плаву. Мы работали неделю, также нас спасло то, что у нас есть онлайн еще продажа запчастями, поэтому мы смогли еще здесь, в этом направлении как-то уже держаться на плаву. Но я скажу, что не мы, и я уверен, что многие другие маленькие компании и большие были не готовы к такому, потому что не было резерва, чтобы держаться на плаву в этот период. Конечно, не было резерва, никто не думал, никто этот резерв не готовил. Были совсем другие вкладываются, развиваются, расширятся. Все эти планы рухнули. И вот этот период должен был многих заставить задумываться о том, что делать дальше. Вот когда сейчас разговоры идут о том, что будет вторая волна, надо не сидеть ждать, когда она будет, надо думать действительно, что сейчас сделать, чтобы выжить, если сейчас снова всех закроют. Я маски закупил. Маски, да, накупил. Ну, в любом случае, для многих людей, даже если взять и тех, кто работает, и для малого бизнеса, есть возможность переквалифицироваться. Ведь не все отрасли закроют, не все закрыли в первую волну. Сейчас можно получить дополнительное какое-то новое образование, там, быстро, причем онлайн-курсы, да, какие-то, и уйти туда на время хотя бы, чтобы жить. Надеяться на то, что мы получим от государства должным образом всю поддержку. Они-то мир выдвигают, не все доходит до исполнения, особенно в регионах. Страна большая, да? Нужно, я думаю, рассчитывать еще и на себя в том числе. Надо делать что-то, чтобы обезопасить себя. Это касательно каждого из нас. Мы все здесь участники экономики и от самого высокого до самого низкого, да, то есть цепочка одна. Жизнеспособность надо все равно всем содержать. Ну, вот вы сказали, переквалификации, тоже много это слушаю, но, господа, вот вы все работодатели, вы все работодатели, Дмитрий Ильич, вы, в принципе, к вам же тоже можете обратиться в человека. Вы неужели возьмете на работу человека, который, допустим, ему там 35, может быть, 40 лет, который до этого чем-то другим занимался, он какие-то курсы закончил, а что закончил? А вот сейчас онлайн. Онлайн сейчас. Вам нужен такой работник, который не опыт, ничего, еще и онлайн, это краткий курс, уже называется, как войну, взлет, посадка. Вы неужели возьмете себя автомехаником, вы там, может быть, с лесарем, еще кем-то, с сварщиками и так далее. Человек, который без опыта, он переквалифицируется быстро, вот чтобы к вам пойти, которых не закрыли. Возьмите. Можно я вам скажу другое, что пойдут переквалифицироваться? Я, возможно, пойду, потому что я достаточно активный, но 70% рабочих моего предприятия, допустим, ну не 70, 50, которые чуть постарше, допустим, меня, они понятия не имеют, как в этой жизни вот так вот переквалифицироваться быстро и как сменить и найти тот род деятельности, которая будет востребована на рынке. То есть, в кого идти? Я, как там Маяковский говорил, пусть меня научат. Да, пусть меня научат. То есть, все, вот, очень много людей у меня, это не в упрек им, но они привыкли прийти на работу, отработать свою функцию, вот, получить за нее достойную зарплату и идти заниматься своими делами. Это как раз предпринимательский дух, то есть, заставляет вас переучиваться, совершенствоваться. У многих людей, предприятий, в особенности промышленных, им не нужен он, этот предпринимательский дух, по всему миру. Это было таки много. Это все такая прослойка. Поэтому переквалификации, это активные люди. Их, к сожалению, пассионариев, как говорится, не так много в нашей жизни. И всегда было-то. Да, и всегда было и будет, чтобы они вот так могли перестроиться. В большинстве своем идут за лидером. То есть, директор ли, владелец ли. То есть, если лидер сказал перестроиться, большинство будет перестраиваться. Не сказал, будут сидеть, ждать, пока совсем не станет плохо. Но это тоже неправильно. Конечно, неправильно. А вы сказали, вот надо получать вторую профессию, переквалифицироваться. Ну, давайте поставим себя на место того, кто хочет переквалифицироваться. На кого? Ну, я правильно говорю. А какая потребность в экономике области, в этой специальности? Кого не хватает? Шеи мотористов, закройщиков? Почему? Давид Ильич перечисывал, на самом деле, несколько отраслей, которые пошли вверх. А эти технологии, правильно? Они же пошли вверх. Мы уже прекрасно понимаем, что слесарь с вагонзавода не пойдет в IT-технологии. Я согласен. Мы можем, если он работает в промышленности, машиностоянии, он пойдет только на такую же... Он был слышим, у него есть умение. Инструментальщика. На большее это невозможно. Что мы хотим? Мы как-то отрываемся. Анатолий Алексеевич, что врачи нет, военные нет. Анатолий Алексеевич, Роман имеет в виду следующее. Я понял его бор, потому что я знаю его позицию давно и правильную позицию, что если было бы хоть какое-то планирование, мы, соответственно, знали, в какую сторону надо работать и переквалифицироваться. Но, с вашего позволения, я хочу вернуться к тезису Андрея Николаевича, который сказал, что он как предприниматель, конечно, у него такая сердечная боль. Нам надо создавать резервы. Вот смотрите, бизнес, если сейчас будет создавать резервы, то любой резерв, это овертоление капитала с точки зрения чистой экономики. Это означает, что мы достаточно значительный капитал выводим из оборота, потому что они лежат и ждут своего часа. Тогда как этот капитал могли с гораздо большей выгодой запускать в оборот, получать совершенно другое, новое благо. Но жизнь наша такая, что мы прекрасно, да, в нормальной экономике роль этого резерва играют как раз-то длинные деньги, о которых я говорил. Они недорогие, они есть, вы приходите и берете. Но у нас-то этого нет, и получается самому, и так скудно у нас наличие этих финансовых и других средств, а исходя из ситуации, мы все равно вынуждены даже из этих скромных средств еще отложить резерв, потому что знаем, что только сами можем себя спасти. Вот здесь как раз должно быть партнерство, не партнерство, а понимание, понимание, что банковский сектор свои функции должны выполнять, а не просто в своих узких интересах, потому что они снабжают бизнес и экономику финансовыми, доступными финансовыми продуктами. Государство создает условия, что если работают предприятия и как финансовые, так и другие в этом направлении, значит им больше создать лучшие условия. Только тогда можно говорить о том, что у нас что-то получится. А так сейчас все разобщены, даже внутри экономики, отрасли разобщены. Не говоря уже об правилах и игре в бизнесе, которые создает государство. Все ссылаются на рыночную экономику. Совершенно правильно. Вроде действительно, мы сегодня об этом говорили, что рынок себя отрегулирует. Современный рынок этого не сделает никогда. Здесь должен быть. Опять-таки, даже если взять Соединенные Штаты, где самая такая классическая рыночная экономика, все равно там видим госрегулирование экономики. Я уже не говорю о китайской модели, где, безусловно, государственные регулирования выражены очень четко. Возьмите Европейский Союз. Государственные регулирования выражены очень четко. Даже отдельные страны в Евросоюзе, то есть самая Норвегия, о которой мы гордимся, как это все госрегулирование. Даже такой простой пример. Там, в Норвегии, от добычи полезных ископаемых, знаете, 70 или даже 90 процентов это государство в специальный фонд перечисляет. Что это такое? Это как раз есть высочайший уровень госрегулирования. И потом уже обеспечивает все отрасли вплоть до каждого гражданина этой страны. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, чем раньше мы это поймем и начнем работать в эту сторону, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации. Кстати, вот все мои коллеги здесь об этом говорят. Это как раз когда задается вопрос, что делать? Именно вот это надо делать. Совместно. совместно, вместо бизнес-государства. Но все-таки, если сейчас вдруг действительно объявят так теоретические карантии, вы что будете лично делать? Господа директора. Не постарайтесь, не болеть. Первоначально исполнять в любом случае. То есть, никто не захочет попадать под репрессии, под какие-то ограничения. Потом, возможно, опять будет такая же ситуация, когда скажут, что при соблюдении определенных правил, если у вас никто не заболел, мы вас откроем, потому что все прекрасно понимают, что денег на то, чтобы содержать еще и частный бизнес, на зарплату посадить в государстве, просто нет. Я тоже думаю, что так и будет. Если это приказ президента, если это невыпальнение грозит какими-то страшными штрафами, безусловно, куда мы денемся, как законопослушные люди, мы это сделаем. Но очень бы этого не хотелось бы. Очень бы не хотелось бы, потому что это приведет уже более серьезным потерям, чем первый раз. Вот за это время, на самом деле, я уверен, что административные меры проработаны очень хорошо уже ко второй волне. Они готовы. Более того, в Москве, вот я вчера читал статью, что штрафуют магазины, причем в тысячных количествах, за несоблюдение неких требований. А насколько на сегодня готовы меры по поддержке бизнеса, вот про это информации очень мало. И в большинстве случаев надо самому искать эту информацию, пытаться найти. У нас всегда очень четко прорабатывается мера репрессивная, держать, не пушать, чем мера поощрительная. Это у нас веками. В итоге мы все равно придем к тому, что рассчитывать нам надо все-таки на свои действия. И если вы спрашиваете, что мы будем делать, правильно исполнять, работать и пытаться работать, если нам, соответственно, будут где-то это запрещать делать. Ну вот как раз, Андрей Николаевич, вы как раз сказали, что когда все это случилось, вы, в числе прочего, попытались выехать на торговлю онлайн и так далее. У вас уже, соответственно, вот есть вот этот заготовлен алгоритм действий, что сейчас раз, и вы уже куда сможете, может, быстрее вести эту схему, чтобы перейти на торговлю онлайн. То есть у вас же есть уже опыт, безусловно, мы начали сразу к этому готовиться. Мы не стали ждать, пока второй раз будет вторая волна. Мы начали полностью переквалифицироваться, диверсифицироваться, искать пути, возможности работать в период второго волна, как вы четко понимаете. Я маленькая организация, я сейчас придумаю такое, что буду успешно развиваться, и я там, я там, я герой пятилетки. Но я не делаю ничего для экономики. Я не определяю развитие или основу экономики. И людей у меня очень мало, поэтому мы должны говорить о тех предприятиях, вообще об экономике, да, которые, вот, мышлостроение, то есть большие предприятия, которые, если они лягут, то они могут просто уже не встать. И что делать с людьми? Я не могу торговать, значит, там, через интернет, чтобы продавать, надо что-то иметь. Если со склада можно продавать, я закупил, продаю. А мы должны произвести. Коллеги, ну, на самом деле, вот сейчас спорт ни о чем. Если, допустим, вы остановитесь, я остановлюсь, вагон, завод встанет, кто будет покупать колеса и запчасти. Никто, это все одна цепочка. В любом случае, рано или поздно дойдет до всех, поэтому нету, невозможно построить коммунизм в размерах отдельно взятого предприятия. Все равно всех это затронет. То есть, у меня, в частности, в первой волне коснулась ситуация в Нижнем Новгороде, когда автозавод ГАЗ стоял практически до конца июля месяца и был огромный дефицит машин, на которых я монтирую. То есть, мы в любом случае все взаимосвязаны. То есть, не получится так отсидеться в интернет-торговле. Всех затронет. Всех затронет. Просто покупательская способность исчезнет и все. Вот вы говорите про, значит, о какой, как нанес коронавирус. Значит, резко сократились бюджеты страны. Деньги перечислялись на поддержку, на строительство больниц, так далее, так далее. Значит, многие предприятия были внушены свои программы развития пересмотреть. Значит, потребности в технике у них такой уже нет. Значит, наша техника не нужна. Я могу делать технику, она просто не будет востребована. Вот это же, мы же все в цепочке, в одной цепочке завязанной. Понимаете? Стал газ, и мы встали. Он наделать настройки, наделать настройки, а ставить не на что. А, значит, там, Россия теперь смотрели свои... инвест-программы саркотили, им это ничего не нужно. Все. Коллапс. То есть, не коллапс, но, в общем-то, мы должны четко понимать, что мы друг другу зависим. Это же по-другому. Еще, уважаемые коллеги, обязательно я должен об этом сказать, экономика – это наукометрические параметры, прежде всего, измеряемые параметры. И я сейчас назову несколько цифр, которые общеизвестны, но они носят предварительный характер. Вот по данным Международного валютного фонда, экономика Евросоюза во время первой войны этой пандемии упала на примерно от 4 до 5 процентов. Это огромная сумма. в абсолютном выражении. Огромная. Внутри Евросоюза это в среднем. А внутри Евросоюза это еще более разбросанная волатильность очень большая. Допустим, экономика Греции говорят более чем на 12 процентов. Германии, ну, там 3 процента, но для Германии это очень много. Англия, вообще, Великобритания упала на, по-моему, чуть более 6 процентов. Там еще на это отразила выход Брексит, выход из Евросоюза и многие неоргулированные вопросы и так далее. Опять-таки, по их данным, наша экономика упала примерно на 11 процентов за это время. ВВП. это, вы сами понимаете, носит именно тот моментный характер, когда это измеряется. Сейчас, понятие, немного другое. Ситуация, по-моему, чуть лучше. Но то, что эти проблемы никуда не ушли и на этом фоне стали меняться другие важнейшие показатели мировой экономики. Смотрите, цены на газ упали, цены на нефть и нефтепродукты упали. сейчас вообще торговать за 50 долларов это вообще счастье. А вообще говорят, что упадет до 40 и даже ниже 40 уйдет. Да. Значит, ну, и валюта, смотрите, рубль, как обесценилась. Турецкая лира, смотрите, как обесценилась. Это мировая проблема и аналитики более точно это падение после того, как изучат данные, скажут. Но те цифры, которых я сейчас назвал, они предварительные, но они уже ужасают. Вот. Я не могу сейчас сказать про Америку, но я думаю, что у них получше. Китай серьезные проблемы, Китай получил. Они скрывают, но у них тоже примерно до 10% падения было. Вот. Это мы может, точно никогда не узнаем, но по косвенным критериям, да, сколько они закупают, сколько они реализуют, этими категориями косвенными можно определить. Но где-то около 80% падения. Смотрите, какие огромные показатели это за каких-то вот 3-4 месяца. Господа, подводя, если итог, у нас остался буквально меньше трех минут. Первое, я понимаю, что, как бы сейчас ни обстояла ситуация с коронавирусом, государству ничего не останется делать, как сказать, как помните тот знаменитый дагестанский полицейский, работайте, братья, потому что другого выхода нет. Конечно, надо работать, руки опускать нельзя. Если бы мы были бы пессимистами, то мы бы не сели с этим столом для меддиректора ации, потому что мы самые оптимисты из оптимистов. Мы можем ругаться, критиковать и ворчать, но мы ведь крылья не склады, мы работали, будем работать. У нас просто пути другого нет. Это как раз когорта тех ответственных людей, которые действительно не на словах, а на деле отвечают за страну. По большому счету. Вот именно так. Потому что благодаря таким людям, как вы, соответственно, это налоги, а налоги это что? Это медики, это армия наша любимая и прочие-прочие отрасли народного хозяйства, которые Крымский мост тоже самопостроенный, он же народные деньги, а откуда деньги? Деньги с налогов, которые платят предприятия. Я все-таки думаю, что бизнес первичное и все остальное вторичное, потому что армия, медицина, образование содержится как раз на деньги бизнеса. бизнеса. Но с другой стороны без армии тоже страны. Любой страны быть не может. но зависит прямо пропорционально от состояния экономики и бизнеса. Бизнес развивается, они обеспечены прекрасно. Бизнес не развивается, они, к сожалению, обеспечены не очень. Вот наша медицина хороший для этого показатель. Ну, буквально минута, вы верите, что все-таки, что какие-то, может, послабления будут от государства? Просто пока от вас... Я нет. Я тоже нет. А вы? Не будет, потому что вы опять же сказали армию, медицину, ее надо кормить. Основания для этого нет, чтобы так верить. Андрей Николаев? Я не думаю, что нас предупредят, нас перед фактом поставят и все. Да, это очень правильно. То есть, вы не верите в какое-то послабление? Мы в день получаем три разные новости. Абсолютно. Утром одно, в обед второе, вечером совсем другое. Поэтому спрогнозировать сложно. Ну, что ж, как говорят, китайцы, не дай бог жить в эпоху перемен. Но у нас все время все меняется, все течет, все изменяется, как сказал другой мудрец, Гераклит. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы говорили сегодня о том, сможет ли выжить наш бизнес замечательный, если провозгласят очередной карантин. Ну, судя по всему, действительно, карантин никого не будет, потому что надо просто жить и работать. Чего и вам желаю. Еще желаю крепчайшего здоровья. Спасибо большое, уважаемые гости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова